Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас в солнечной Венеции. Видео снято до того, как я люблю своих стритстайлеров. Очень многие из них действительно очень-очень доброжелательны. И, ну, нет слов у меня, большое им спасибо. Приветствую вас в Венеции. Мы ездили туда до того, как разразилась эта страшная ситуация с коронавирусом. Почему страшная? Да просто потому, что, ну, нагнетается на самом деле, нагнетается обстановка. И только моя семья не потратила за эти две недели, когда были каникулы, точнее, каникулы делились бы неделю, а в итоге в карантине, вне посещения школы мы находимся две недели, обычно мы всегда с детьми куда-то выезжаем. И только моя семья за эти две недели не потратила одну среднестатистическую итальянскую зарплату. Представляете, какие убытки терпят все, абсолютно все, начиная от тех, кто владеет отелями, кто организовывает салоны, выставки. Их было запланировано огромное количество на конец февраля и начало марта. Ну и даже мелкий бизнес терпит огромные-огромные убытки. Но давайте вернемся к тому, чему это видео посвящено. Оно будет посвящено стритстайлам. Я часто говорю, когда езжу в Венецию своим зрителям, посмотрите, всегда есть выбор. Мы катим свой чемодан в пальто, возможно, даже повязав шарф или шейный платок шелковый. Посмотрите, как интересно выглядит эта венецианка. Она коренная жительница, потому что я встретила ее несколько раз во время нашей прогулки. И посмотрите, как красиво у нее завязан платок на ремне. И как красиво это сочетается с лентой на шляпе. Это, кстати, для меня пример замкнутого образом. Так вот, мы всегда имеем выбор, мы пойдем за хлебом в пальто, либо мы пойдем за хлебом в пуховике в спортивном костюме. Эта героиня меня поразила тем, что я сейчас очень люблю бейсболки. Я всегда их любила и всегда их советовала. Этой весной буду советовать в особенности, потому что сама себе купила несколько классных и буду носить. И эта героиня была также включена, точнее ее образ. Она сама была включена в видео стрит-стайл элегантного возраста. И многие меня спросили, Яна, а носить пейсболку, когда тебе за 50? Это нормально? Совершенно, совершенно нормально. Скоро выйдет видео, на мой взгляд, оно будет очень интересное. Я начала составлять его сама, но решила обратиться все-таки к этой альяноязычным журналам, а также статьям, как следует одеваться женщине за 50. И вы не поверите, 8 из 10 пунктов совпали. То есть я сама их наблюдала и сама хотела о них рассказать. И очень рада, что в итоге я покажу вам свои источники, где говорится на самом деле то же самое. Так вот, один из очень важных моментов здесь и сейчас, и об этом было сказано в одной из статей, которую я прочитала, что сегодняшняя мода наконец-то, наконец-то для нас, русских женщин с постсоветского пространства, там не было слова «наконец-то», просто было сказано, сегодняшняя мода не имеет анографического признака, сегодняшняя мода не имеет возраста. То, что мы можем носить в 16 лет, то же самое мы можем носить и в 60 лет, при условии, что мы сохраняем так называемую гибкость стану. Потому что мы можем располнить и в 16 лет, и в 20 лет, это будет означать, что мы ограничены в выборе нашей одежды, точнее тех фасонов, которые будут на нас хорошо смотреться, будут нам идти. Это единственное ограничение, нет цветовых ограничений, нет ограничений по стилю, это спортивный, кэжуал, либо классика. Классику можно одеться в 16 лет, в классику можно и нужно одеваться в 60 лет. Поэтому, дорогие зрительницы, если на вас что-то хорошо и классно сидит, и вы себе в этом нравитесь, в любом возрасте носите это. В этом сезоне я пою оду пальто, как пальто на мужчинах. Мне очень нравится, и на самом деле мужчины в пальто, ну, прекрасно выглядят, при этом я думаю, что им все-таки не холодно, надеюсь, что им не холодно, но и женщины в пальто выглядят тоже прекрасно. И меня очень радует, что как раз-таки в Венеции, где очень много туристов, где очень много итальянцев, которые приезжают посетить этот город, я встречала огромное количество мужчин в пальто, ну, и вообще туристы в пальто. Они выглядят на самом деле совершенно иначе, чем туристы, одетые более casual, возможно, больше подходит одежда какая-нибудь под посещение такого крупного города, как Венеция. Кстати, очень многие угадали, мои зрители, что да, та группа, которая попала в кадр, это были русскоязычные туристы. Я думаю, что они были из России, потому что у них была чистая русская речь. И, безусловно, справедливо, как кто-то заметил, что когда ты путешествуешь, шпуховик, это самое то, что нужно, действительно, это так. Но я всегда говорю, если вы приезжаете в Италию, возможно, это прекрасный случай выгулять вашу красивую одежду. В Италии очень чисто, и в Италии очень много красиво одетых людей, в том числе людей, которые путешествуют. Ну что ж, меня благословили, чему я очень рада, и вас, мои зрители, тоже. Я обожаю, на самом деле, Венецию. Там очень доброжелательные люди и очень доброжелательные туристы. На самом деле, я это очень и очень чувствую. Венеция имеет очень расслабленную атмосферу, не только в момент карнавала, который прекрасен. На самом деле, дух карнавала до сих пор чувствуется в Венеции. Но и вообще, люди, которые приезжают в Венецию, это туристы, либо, повторюсь, итальянцы, либо даже местные жители. Они очень доброжелательные. И я встречаю там всегда людей, которые, на самом деле, приехали насладиться городом. У них у всех отличное настроение. Они, даже если видят, что я их снимаю, как правило, машут мне в камеру и улыбаются, и очень-очень доброжелательны. Повторюсь, что гости этого города. Посмотрите, как прекрасно одеты сеньоры. Мне кажется, в каком-то стрит-стайле я ее уже показывала. Здесь все прекрасно. Сочетание цветов, яркие аксессуары. Мы видим леопардовую обувь. И, повторюсь, так называемое вкусное сочетание. Посмотрите, здесь не более трех цветов в ансамбле, хотя кажется, что цветов очень-очень много. Здесь белый, бирюзовый и синий на перчатках. В то время, как шарф и обувь совпадают по цвету, возьмите себе на заметку. Классный яркий аксессуар – это всегда самое то, что нужно. И вообще, скоро выйдет видео, возможно, уже выкладывается и публикуется о ярких цветах, о том, как подобрать яркий красивый цвет к лицу. Если вы это видео не смотрели, либо вы его не найдете, в двух словах скажу, любой цвет может вам подойти. И любой цвет может вас испортить. Все зависит от того, холодный подтон имеет цвет, либо теплый. Поверьте мне, если вам нравится красный на ком-то, скорее всего, вы найдете свой красный. Необходимо мерить, прикладывать к лицу и однажды свой красный, свой бирюзовый, свой зеленый, свой синий вы обязательно найдете. Вследствие в киево-класса в киево-классах. Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Так что, как я люблю говорить, мы все, на самом деле, вне зависимости от того, какой национальности являемся, можем выглядеть очень классно, умеем это делать, прежде всего, когда не боимся, когда есть определенная внутренняя свобода. Скоро я выпущу видео о внутренней свободе и фэшн-смелости, как они связаны с уверенностью в себе. Ну а пока на этом с вами прощаюсь. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока. Спасибо. 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 Спасибо.